В этом видео мы поговорим о фреймах и группах. Это очень важная тема для того, чтобы начать работу с Figma и в принципе понимать концепцию этой программы. В прошлом уроке мы с вами сделали вот такой паттерн, но при этом мы использовали всего лишь один фрейм. Если мы сейчас сюда нажмем на этот фрейм, у нас здесь написано frame1, и выберем что-то внутри него, мы увидим, что у нас слева в панели слоев раскрывается все дерево, вся иерархия того, что у нас есть внутри этого фрейма. Сейчас здесь у нас просто набор векторных объектов и все. При этом существует помимо фреймов еще и группы. Группы это просто способ объединить два и более элементов, хотя на самом деле там может быть и один элемент. То есть если мы сейчас зайдем вот сюда, выберем этот элемент и нажмем сочетание клавиш Ctrl G, то у нас этот элемент окажется в группе. Мы теперь видим здесь, что у нас здесь написано группа 1. При этом смотрите, у нас здесь есть иконочка фрейма, и она отмечается таким значком решетки. При этом группа у нас отмечается просто квадратиком. Это вы визуально можете так и различать, фрейм у вас или группа. При этом создать фрейм или группу вы можете также через выпадающее меню с правой кнопкой мыши. Давайте выберем вот эти вот два элемента через shift. Зажимаем shift, выбираем их, идем, нажимаем правую кнопку мыши и здесь group selection. Вы видите здесь group selection и frame selection, они вместе. То есть это в принципе похожие пункты меню, но отличия мы сейчас посмотрим. Нажмем group selection и теперь, если мы выбираем вот эту группу, то вы видите, что два эти объекта двигаются вместе, как будто это один объект. На самом деле, если мы посмотрим вот здесь в слоях у нас, то у нас здесь будет группа 2 и внутри у нас есть два объекта. Вот они. Если мы их выбираем так, то мы их можем двигать отдельно. При этом смотрите, важный момент, когда вы наводите на эту группу, вы не можете выбрать один из элементов, находящихся внутри, без того, чтобы выбрать другой. Вы их выбираете всегда вместе. Для того, чтобы вам выбрать один из элементов отдельно, вам нужно либо пойти вот сюда в слои и выбрать их внутри. Но, естественно, это неудобно. Либо же вы можете зажать клавишу control и она позволит вам как бы внутрь этой группы проникнуть. Зажимаем control и теперь мы можем спокойно выбирать один из этих объектов и спокойненько их таким образом перемещать. При этом смотрите, что группа у нас сохраняется и теперь, если мы уберем выделение и снова наведем сюда, у нас снова будет выделяться группа. Снова зажимаем control и мы можем выбирать любой из этих объектов, в каких бы группах они не были. Давайте теперь откатим все наши изменения. Это делается клавишами control z, как в обычной любой другой программе. Так, сейчас мы все это откатим, 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 для того, чтобы получить наш исходный результат. Вот он. И теперь мы поговорим про отличия между группами и фреймами. Смотрите, группы и фреймы выполняют, казалось бы, одну и ту же функцию. То есть и то и другое это контейнер для ваших объектов. Но при этом у них есть существенные отличия. Сейчас мы скопируем этот фрейм и поработаем в новом. Так, возьмем несколько всего элементов. Вот, допустим, у нас есть два элемента. Давайте мы их сейчас выберем и закинем в группу. На group selection вот у нас два элемента есть, они в группе. При этом смотрите, что размеры группы подстраиваются точно под размеры элементов. Если я сейчас куда-нибудь передвину вот этот желтый круг, у меня размер самой группы изменился, и теперь группа у нас включает все элементы внутри. Однако, если я захочу сделать фрейм, давайте поставим обратно и сделаем то же самое с фреймом. Кстати говоря, разбить группу можно, опять же, через правую кнопку мыши и здесь мы можем сделать ungroup. Либо же мы можем сделать это сочетанием клавиш Ctrl-Shift-G. То же самое произойдет, у нас точно так же группа разбилась. Хорошо, у нас есть два этих элемента. Давайте попробуем теперь добавить их во фрейм. Нажимаем Frame Selection или Ctrl-Alt-G и видим, что вроде как все то же самое. То есть у нас есть группа, вот мы ее передвигаем, элементы двигаются вместе. У нас есть фрейм, мы передвигаем его, элементы двигаются вместе точно так же. При этом мы видим, что у нас здесь в слоях, здесь это группа, значок группы, здесь у нас фрейм. Так в чем же отличие? Первое отличие мы замечаем, если мы возьмем вот этот вот желтый круг и попробуем его куда-то передвинуть. Например, двигаем его вот сюда. Смотрите, что получилось. Если мы обратим внимание на панель слоев, у нас желтый круг вышел за пределы фрейма. При этом фрейм остался точно того же размера, что и был. И это первое отличие, то что во-первых, у нас фрейм не подстраивается под размеры контента, вы создаете фрейм. Вот если мы сюда перейдем, фрейм у нас создается вот здесь. Если вы создаете фрейм, то он у вас остается такого размера, какого был, пока вы ему не скажете, какого размера ему быть, пока вы не измените его размер. Это первое изменение. То есть сейчас, если я зажму клавишу Ctrl и буду изменять размер фрейма, он будет меняться, при этом у меня вот этот элемент останется недвижимым. С ним ничего не случится. Если я не буду зажимать клавишу Ctrl, то элемент у меня будет съезжать. Это у нас из-за constraints. О них мы поговорим в следующем уроке. Но я скажу быстренько, что просто вот здесь у нас есть привязка как бы. И так как элемент у нас привязан слева кверху, он будет пытаться сохранить это положение. То есть вы видите, что вот этот отступ 80 пикселей, вот отсюда, да, он у нас сохраняется. Если я не удерживаю клавишу Ctrl, то этот элемент у нас как бы привязан к левому верхнему краю с отступом 80 пикселей. Кстати говоря, смотреть отступы вы можете, зажав клавишу Alt. То есть если я сейчас выберу вот этот элемент, зажму клавишу Alt, у меня будут показываться отступы от этого элемента до границ фрейма. То есть здесь по 80 пикселей. Однако, если вы наведете на другой элемент, то отступ уже будет показываться до этого элемента, на который вы сейчас указываете курсором. То есть вот до этого элемента соседнего у нас тут 56 пикселей. Если вы просто наведете на родительский фрейм, у вас покажет, да, расстояние до верхнего края этого фрейма, справа и снизу. Это очень удобно. То же самое, если вы наведете на соседний фрейм, у вас также покажут отступы до соседнего фрейма и до любого объекта вон там вот. То есть до любого объекта вы можете смотреть отступы просто зажимая клавишу Alt. Это супер удобно. Хорошо, вернемся теперь к нашим группам и фреймам. Только что мы определили, что одно из ключевых отличий в том, что фреймы не подстраиваются под размер контента внутри. Давайте попробуем это проверить. Возьмем этот желтый круг и попробуем сделать то же самое, что мы сейчас сделали с фреймом. То есть попробуем вынести желтый круг за границы нашей группы. Но у нас делать этого не получится, потому что группа всегда принимает размер контента. Давайте отменим изменения. Теперь, если вы попробуете внести этот желтый кружок обратно в наш фрейм, у вас это получится. То есть вы видите, что у вас теперь желтый кружок опять находится во фрейме. И это еще одно ключевое отличие. Первое, это то, что фрейм всегда сохраняет исходный размер, он не подстраивается под контент. Второе, то, что если вы просто вносите во фрейм какой-то объект, он попадает туда. То есть если вы берете какой-то объект и подводите его в границе фрейма, и как бы его внутрь туда запихиваете, на самом деле даже если вы просто подведете круг вот сюда границы, и у вас ваш курсор зайдет уже в область этого фрейма, то вы видите, что он вам подсвечивает, Figma подсвечивает этот квадрат, весь bounding box, весь контейнер подсвечивает, тем самым говоря, что у вас круг находится уже внутри. То есть она уже поместила его внутрь. То же самое, если вы берете что-то внутри фрейма и выносите за границы, то есть видите, сейчас этот объект все еще находится внутри фрейма. Но когда мы подведем его к границе, и когда курсор пересечет границу фрейма, оп, внезапно у нас уже этот объект не внутри фрейма. Если же вы хотите сделать так, чтобы это поведение не срабатывало, то есть если вы подводите сюда, и чтобы у вас объект не попадал внутрь, для этого вам нужно перед тем, как вы подвели сюда в эту область, вам нужно зажать пробел. Сейчас я беру этот элемент, зажимаю пробел, введу вот сюда и могу отпустить здесь его, и вы видите, что он не попал в наш фрейм. Однако, если я беру его, введу сюда, и он уже попадает внутри фрейма, я нажимаю пробел, это не помогает, потому что он уже внутри фрейма, он уже находится там. Это имейте ввиду, именно вот это поведение фреймов вызывает очень много проблем, особенно у новичков, потому что часто люди не понимают, почему у них группы и фреймы работают по-разному, имейте это ввиду. Давайте посмотрим, как же нам сделать так, чтобы наш фрейм все-таки подстроился под размеры контента. Для этого вот здесь вот справа в панельке есть вот эта кнопочка со стрелочками, она называется resize to fit. Нажимаем ее и видим, что фрейм наш подстроился под размеры контента. Каждый раз, когда вы что-то меняете внутри и хотите, чтобы у вас фрейм подстраивался, нужно нажимать эту кнопочку и она у вас подстроится. Если проводить аналогию, то фрейм похож на артборды внутри других программ, например фотошоп, иллюстратор и так далее. То есть это место, где вы начинаете работу. То есть первым делом, когда вы начинаете работу над новым проектом, вы создаете фрейм. То есть идем сюда, создаем фрейм, здесь горячая клавиша либо F, либо А английская, и здесь у нас есть набор пресетов. То есть мы создаем либо десктоп, либо мобильную версию, либо делаем какой-то свой размер. То есть мы не начинаем работу вот таким вот образом, мы не начинаем ничего рисовать вот здесь вот вне пределов фреймов. Мы идем сразу же и начинаем что-то рисовать внутри фрейма. Здесь начинают какие-то интерфейсные элементы и так далее. При этом здесь нет никаких ограничений относительно вложенности. То есть если в других программах фрейм может быть один, то здесь фреймов может быть сколько угодно много. Здесь могут быть фреймы внутри фреймов. Сейчас это просто объект. Если я внесу его, например, сделаю здесь Frame Selection, то мы это выделение превращаем во фрейм. И теперь вы видите, что у нас фрейм внутри фрейма и так далее. То есть вложенность может быть неограничена. Также фреймы могут быть внутри группы. То есть если я сейчас возьму это и нажму Ctrl G, то видите, что у меня есть группа, а внутри группы уже фрейм. То есть никаких ограничений относительно иерархии здесь нет. Если вы сейчас почувствовали, что начинаете запутываться с группами и фреймами, ничего страшного. Мы все равно еще много раз к этому будем возвращаться, потому что без них никуда. Мы в любом случае, в любом проекте будем использовать и группы, и фреймы. Сейчас у меня для вас есть простое правило. Для того, чтобы сгруппировать несколько объектов, используйте, как это ни странно, группы. Фреймы используйте по необходимости. То есть когда вы почувствуете, что вам нужен фрейм, тогда делайте фрейм. Иначе используйте группу и все будет легко и просто. Еще одно важное свойство фреймов, о котором нужно знать, это обрезка контента. Если мы выберем фрейм, здесь у нас есть галочка Clip Content. Если мы ее нажимаем, то у нас будет обрезаться весь контент, который выходит за границы фрейма. Давайте мы сейчас подвинем что-то и видите, что происходит. У нас объект вышел за пределы нашего фрейма и он здесь обрезается. То есть мы его не видим. По сути сейчас этот фрейм работает как маска. Если мы уберем эту галочку, то мы видим объект целиком, при этом у нас сам контейнер остается того же самого размера. Для группы такое поведение не характерно. То есть если мы выберем группы, то здесь просто нету даже этой галочки, нету этой возможности. При этом только с фреймами работают констриенции. Констриенции это та самая вещь, которую я показывал чуть раньше. То есть это привязка объекта к фрейму. Например, мы сейчас создадим здесь квадрат. Я привяжу его к правому верхнему углу. Давайте посмотрим. Теперь, если мы изменим размер нашего фрейма, то увидим, что наш квадратик сохраняет привязку к правому верхнему углу и сохраняет здесь отступы. Причем это работает, как я уже сказал, только для фрейма. Если мы здесь попробуем создать группу, например, Ctrl-G, группа, и внутри я создам еще какой-то объект, например, вот этот красный прямоугольник, то здесь у меня просто-напросто нету этих констрейнсов, просто нету этой опции. Если я перевожу группу во фрейм, то эта опция появляется и теперь я могу работать с привязкой. Только квадрат нужно туда запихнуть внутрь. Теперь я могу делать привязку. Опять же, если я меняю фрейм на группу, видим, что привязки нет. Да, вы можете в любой момент любой фрейм заменить на группу. Это очень быстро и просто делается, вне зависимости от того, что у вас там внутри. Также фреймы и группы немного по-разному относятся к контенту, который находится внутри них. Смотрите, если у нас группа, то она не может существовать без контента. Если я сейчас удаляю все содержимое группы, то есть вот эти два объекта, группа у меня тоже пропадает. Видите, что она пропала. Если я удаляю содержимое фрейма, то фрейм не пропадает. То есть я сейчас удалю, мы видим, что все равно наш фрейм есть. Мы все еще можем его передвигать и он все еще у нас в слоях находится. При этом, если я сейчас выберу фрейм, то я могу задать ему здесь заливку. И заливка это будет именно как фон этого фрейма. То есть если я поставлю, например, здесь синий цвет, видите, что у меня фон этого фрейма заменился на синий. Если же я сейчас выберу группу и задам здесь заливку, то у меня вместо фона самой группы будет меняться цвет объектов, которые находятся внутри группы. То есть здесь вам нужно запомнить, что фрейм является полноценным объектом, независимым от контента. Группа же никак не может существовать без контента и большинство свойств, которые находятся внутри группы, они применяются именно к контенту, к тем объектам, которые находятся внутри, а не к самой группе, как к отдельному объекту. То же самое относительно, например, скругления углов. Если я выберу фрейм и задам здесь скругление углов, например, 40 пикселей, посмотрите, у меня скруглился сам фрейм, скруглились края фрейма. Если я выберу группу, то у меня уже стоят скругления и эти скругления у меня на самом деле заданы вот этим вот объектом. То есть 100 пикселей и 100 пикселей. Если я сейчас здесь поставлю 100 пикселей, то у меня просто на самом деле здесь станут все углы по 100 пикселей скругления. Все. Если я здесь поставлю ноль, то у меня будут этого квадрата нулевые скругления углов. Вот и все. На этом нам достаточно информации про фреймы и группы. Остальное мы уже посмотрим в следующих уроках, когда будем разбирать другой функционал. А теперь закрепим полученные знания на практике. Мы сделаем сейчас карточку для сайта по онлайн образованию. То есть это будет карточка, в которой нам будет предлагаться какой-то курс. Давайте начнем. Мы берем какой-нибудь сейчас квадратик с вами и делаем примерно формат карточки, какая она у нас будет. Ну пусть будет 300 пикселей. Вот здесь вот ширина задается, здесь высота. 300 на 440. Хорошо, пока что меня такой размер устраивает. Давайте поменяем заливку, сделаем карточку сразу же белой. И зададим ей какое-то скругление углов. Например, 24 пикселя. Скругление углов всегда работает на то, что у нас дизайн начинает смотреться более привлекательно, более дружелюбно. Сейчас мы сделали карточку такой, как более мягкой, округлой и за счет этого более дружелюбной. Она вызывает немного другие эмоции. Теперь нам нужно найти изображение. Я предварительно скачал уже вот такое вот изображение с бесплатного стока. Выглядит оно вот так вот. Давайте мы его возьмем. Но мы его сейчас пока здесь оставим. Сделаем следующее. Иногда удобно бывает просто скопировать слой. Например, сейчас у нас есть вот этот прямоугольничек. Мы можем нажать Ctrl D, тем самым мы скопируем слой. Немножечко его резайзим, то есть изменяем размер. Например, у нас будет 300 на 180. Ну или пусть будет 300 на 200. Теперь мы можем сделать следующее. Просто выбираем изображение. Можем нажать Ctrl Alt C. Это у нас скопирует изображение вот отсюда вот из параметра Fill. Теперь мы можем выбрать слой, куда мы будем копировать это изображение. И мы нажимаем Ctrl Alt V. Таким образом это изображение у нас сюда вставилось. Если бы мы этого не сделали, нам бы пришлось взять это изображение. И вот таким вот образом его масштабировать. То есть подгонять вот здесь по размеру. На практике скопировать и вставить. Таким образом оказывается чаще всего быстрее. Хорошо, при этом вы видите, что у нас здесь скругления сбросились. Давайте сделаем скругление для левого и для правого углов. То есть вот таким вот образом мы здесь проставили скругление. Далее нам нужно добавить заголовок. Для этого мы идем, выбираем инструмент текст. Либо с панельки, либо нажимаем горячую клавишу T. И давайте сейчас здесь напишем что-то вроде Learn English Grammar B1. Я пишу все на английском просто потому, что это индустриальный стандарт. И сама Figma у нас на английском. Вы же можете писать на русском, если вам так удобнее. Теперь мы проставим отступы. То есть здесь у меня слева будет 24 пикселя. Сверху тоже 24 пикселя. Про то как подбирать отступы у нас будет отдельная глава. Не беспокойтесь, если вы сейчас не знаете как это подобрать. Просто старайтесь повторять за мной. Далее я копирую этот слой, просто чтобы не тратить время на создание нового. Для этого я зажимаю Alt и просто тяну слой. Таким образом у нас создается копия слоя. Здесь я сделаю размер текста поменьше. Уже не 18, а 14 пикселей. И изменю заливку. То есть делаю не черный цвет, а серый. Это нужно для того, чтобы у нас визуальная иерархия начала выстраиваться. То есть этот элемент у меня главный, этот второстепенный. Сейчас мы здесь напишем что-то вроде Language. Это у меня будет метакатегория. То есть она показывает в какой категории у нас будет находиться этот курс. Далее мы выбираем два этих элемента. И у нас здесь появляются вот такие вот кружочки. Они нужны для того, чтобы мы могли быстро перемещать объекты относительно друг друга. То есть мы можем вот так вот их поменять местами. Это очень удобно, потому что вам не придется вручную сейчас все двигать. Мы вот так вот закидываем их наверх. И здесь у нас есть еще вот такая вот черточка. Мы также можем менять расстояние. Вот этот отступ между двумя элементами. Давайте поставим пока что 12 пикселей. Проверим отступы и нажмем Ctrl G. И внесем это все дело в группу. Далее мы укажем сколько уроков будет в этом курсе. Для этого мы возьмем вот этот элемент. Опять же зажимаем Alt. Просто его вытягиваем отсюда куда-нибудь вниз. Убираем его из группы из этой. И напишем здесь 12 уроков. Сейчас нам потребуются иконки. Для этого я открываю браузер. Вы можете ввести в поиске просто скачать иконки. Открыть любой сайт и скачать там иконки, которые вам понравятся. Либо же вы можете зайти на вот этот сайт. Здесь копировать URL. Зайти и повторять за мной. Также вы можете использовать плагины Figma, если вы уже знаете как. Если нет, то мы потом разберемся. Итак, сейчас мне нужно несколько иконок. Я вот например возьму такую иконку. Скачаю ее. Нам нужен формат SVG. Я возьму такую иконку. Скачаю сюда и возьму иконку Time. Времени. Вот эти часики. Окей. Я скачиваю эти две иконки. Сохраняю файлы. И теперь я просто перетяну эти иконки к себе в Figma. Перетягиваются они точно так же, как любой другой файл. То есть берем и просто вот так вот их сюда закидываем. Хорошо. Теперь, когда у нас есть иконки, мы их можем перенести в нашу группу. Вот сюда. Немножко их отмасштабировать. Покрасить в цвет вот этого текста. То есть возьмем, просто скопируем отсюда заливку. Вставим ее вот сюда. Так. Теперь подведем. Посмотрим. 8 пикселей. Да. Выделяем оба эти элемента. Нажимаем Ctrl G. Меняем иконку с текстом местами. И у нас получилась вот такая вот картинка. Теперь тоже самое нам нужно сделать для времени. Только иконка у нас будет. Вместо иконки слоев у нас будет иконка времени. Давайте тоже самое сделаем. Тоже поменяем ее размер. Для этого мы можем сейчас вырезать Ctrl X. Да. Выбрать вот эту иконку и нажать Ctrl Shift V. И она вставится на то же самое место. Опять же берем этот цвет. Его копируем. Удаляем старую иконку. У нас получилась вот такая история. Можем здесь делать цвет вот такой. Просто берем пипетку. Нажимаем I клавишу. Берем какой-нибудь цвет отсюда. Таким вот образом его копируем. Просто для того, чтобы у нас иконки были более яркими. Так здесь тоже посмотрим отступы. 20. 20 пикселей сделаем. Здесь будет отступ у нас 36 пикселей. Ну и снизу мы тоже отступ поменяем. Будет у нас 32 пикселя. Так вот у нас получилась такая вот простенькая карточка. Нам осталось все эти элементы сгруппировать. Потому что вы видите, что сейчас у нас отдельно наше изображение. Отдельно заголовок. И отдельно вот эта мета информация. Мы все это выделяем. Нажимаем Ctrl G. И теперь у нас все это в группе. Все. Заметьте, что мы пока что ни разу не использовали фрейм. То есть все, что у нас есть, у нас все это находится в группах. Конечно, если бы мы сейчас делали реальный интерфейс, мы бы работали немного по-другому. Например, вот эти элементы мы бы делали не группами, а сразу компонентами. Иконки мы бы тоже делали компонентами. Но про компоненты мы будем говорить во второй главе. Ну а сейчас самое время похвалить себя за проделанную работу. И то, что вы уже прошли этот путь, сделали свою первую карточку. По-моему, выглядит она замечательно. И на этом мы заканчиваем урок про группы и фреймы. До новых встреч! П Panama